всем привет вы на моем канале о путешествиях канаде и не только сегодня мы отправляемся в америку штат нью-йорк 65 километров пути почти 50 минут и мы подъезжаем границы надеемся что будет не очень много людей и мы быстро и и пройдем без проблем пожаловать штат нью-йорк это было идеальное прохождение границы 0 минут ожидания два вопроса куда едете и что вы будете декларировать и все мы в соединенных штатах land of the free мы сейчас едем в городок нью-камп штат нью-йорк вместо называемой great camp sent anoni когда-то большое шикарное частное владение было выкуплено штатом нью-йорк 70-х годах прошлого века и и превращено просто в историческое место мы пройдем по дороге соединяющей ворота с основным комплексом это около пяти мир туда и назад очень ветвистая симпатичная дорога проехали почти 250 километров это заняло два с половиной часа и 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 Изначально Great Camp Santoni был построен в конце 19 века известным богатым банкиром из Олбани. Комплекс изначально включал в себя три комплекса зданий. Гейт комплекс, где мы находимся Сейчас это здание для прислуги, конюшни. Где-то в миле отсюда ферма и в пяти милях основной комплекс зданий для семьи и для гостей. Его сын этого банкира продал эту собственность после Второй мировой войны другой семье, которая прожила здесь несколько десятилетий. Но потом у них случилась трагедия, их дочка ушла гулять в лес, а здесь огромные леса бесконечные. И пропала. Его так и не смогли найти. И поэтому они продали весь этот комплекс штату Нью-Йорк, который включил его в состав Forest Preserve с намерением вернуть эту всю землю в естественное дикое состояние. Но произошло какое-то удивительное совпадение и сами дома, сам комплекс носить не стали, хотя обычно штат Нью-Йорк именно это и делает. как на земле, которую они купили сегодня. Сейчас мы отправляемся в сторону основного комплекса. В 10 утра начинаем свой путь. Объясни, зачем ты пишешь наши данные? Это старинная адирандахская традиция. Каждый уходящий в зону диких лесов должен зарегистрироваться. Это поможет рейнджерам в случае чего найти и восстановить, где человек находится и помогает определить, насколько часто используется та или иная область, тот или иной трейл. Комплекс фермы состоял из более чем 20 различных зданий, в которых включались большой амбар, курятник, свинарник, овчарню, дом менеджера, холодильник и массу-массу других строений. Часть из них сохранилась до наших времен, часть нет. Очень комфортная мягкая погода, нет ветра совсем, идется достаточно легко. Вот и горы стали видны сквозь деревья, вон торчит Санта-Нони, за ним Пантер-Пик, сбоку кучка шрага и нам осталось совсем чуть-чуть. Сейчас нажмем! Вы из какого спортивного общества? Глядя на все эти бесконечные леса, растянувшиеся на сотни километров, трудно поверить, что к началу 20 века практически все они были безжалостно вырублены. Но правительство вовремя спохватилось и приняло поправку в конституцию штата под названием Forever Wild. О том, что земли, которые штат выкупил, становятся навсегда дикими, они не могут быть проданы, не могут быть сданы в аренду и могут быть использованы только для отдыха и туризма. И сейчас эти земли составляют огромный кусок штата Нью-Йорк. И штат продолжает выкупать эти земли каждый год, еще кусочки и кусочки и кусочки. Ну вот мы и дошли до основного комплекса. Туалет исторический, ни к чему не подключен, не надо пользоваться. Видите, это желтый значок на дереве. Значит, мы находимся на одном из десятка мест для палатки. 4 часа в сутки, абсолютно бесплатно, в целях отдыха и туризма. Идет, идет, задохлится, совсем убитая, сил нет. Как с Андреем. У нас велико лучше. Спасибо, что досмотрели. Всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова